Спортивную патриотическую игру «Квест» приуроченную году добра в Ненинском округе для воспитанников общественной организации «Особое детство» провели члены регионального отделения спортивного общества «Динамо» и сотрудники Росгвардии. Кроме того, участие в мероприятии приняли учащиеся школы номер 6, посещающие летнюю площадку. О том, как ребята проходили полосу препятствий в нашем следующем материале. Настоящее военизированное построение участники мероприятия в предвкушении необычных заданий. Этот квест они проходят во второй раз, поэтому знают, здесь должно быть интересно. Ну, тут кидают гранаты. Вот это больше всех мне нравится, когда вот в сторону туда кидают. Еще один воспитанник «Особого детства» Игорь Карманов уверен, такие мероприятия позволяют проверить свои силы, понять, на какие испытания ты способен. И это очень важно. Такие мероприятия интересны для тебя? Конечно. Почему? Ну, потому что можно себя проявить. Хоть как-то. Показать, на кто способен. Строевая подготовка, минное поле, метание гранат и еще подвижные игры и дружные песни. Возраст участников спортивно-патриотического квеста от 4 лет и старше. Для каждого здесь предусмотрен свой уровень сложности. Высокую ленту у нас проползти. Мероприятие, проводимое для воспитанников общественной организации «Особое детство», становится доброй традицией. Участники регионального общества «Динамо» организуют его уже во второй раз. В этом году привлекли к организации сотрудников Росгвардии. Ну, это мы мероприятие совместно с «Особым детством» проводим уже, получается, второй год. Согласно соглашению, которое мы заключили с Татьяной Анатольевной. И сегодня управление Росгвардии, сотрудники управления Росгвардии нам помогают в проведении, в организации определенных станций, которые будут. Дети по пути должны все станции обойти. По мнению руководителя общественной организации «Особое детство» Татьяны Вепревой, такие совместные мероприятия для ее подопечных имеют огромное значение. Ведь ребята, кроме интереса, еще чувствуют поддержку, могут поставить себя в равные условия, независимо от возраста и состояния здоровья. Кроме того, они узнают много нового. Также познакомятся с радиооборудованием и противогазами, и таким специализированным снаряжением, которое нам любезно предоставила Росгвардия. Наша игра проходит в содружестве вместе с обществом «Динамо». Надежда Евгеньевна, мы ежегодно уже это мероприятие проводим, поэтому ребята немножко в курсе, немножко знают, что это такое. Все рады, счастливы и довольны. В этом квесте нет выигравших и проигравших. Победила, как говорится, дружба, а все участники получили сладкие призы. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».